Ну и третья часть про Халык, как я обещал, я не знаю, как это называть, кишлак, бардак в 2024 году, но это, по крайней мере, полное отсутствие порядка, это абсолютно какой-то беспорядок, из-за того, что я пытался как раз-таки перевести через Халык деньги, то есть я вывел на карту Халыка из Озонбанка денежку, ну, перевел с Озона по номеру карты в Халык, как раз-таки для того, чтобы проверить, в какой-то мере работает, не работает, вывел денежку, плюс посмотреть на конвертацию, и Халык мне блокнул все, Халык мне блокнул карты, блокнул доступ в интернет-банкинг, когда я позвонил в код-центр, находясь в России, в России, я позвонил в код-центр в 12-м часу ночи, подняла девушку сотрудник банка, которая, как думаете, что она мне предложила, учитывая, что у меня, ну, как она объяснила, подразительная операция, в связи с этим заблокированы карты доступа в дистанционное банковское обслуживание, то есть это тот самый Халык, у которого биометрия, ну, Казахстан, где устроение личности, биометрия, вот это вот все супер-пупер, я не знаю, как это назвать, ну, кажется, 22-й век в веке 21-м, и вот, несмотря на вот это вот все, как думаете, какой мне предложила вариант сотрудница банка, сотрудница колл-центра? Она мне предложила прийти в отделение и написать заявление на перевыпуск банковской карты в 24-м году. Это тот самый офигенный банк, правда говорю, офигенный банк, который, ну, вот, мое отношение к Халыку, оно, правда, очень хорошее, и в какой-то мере это даже связано с тем, как я дружу с Халыком, да, вот у меня есть вот такой вот боксик, я не знаю, я его когда-нибудь показывал, в этом боксике у меня есть еще вот такой вот боксик, Вот такой вот боксик, и как вы думаете, в нем что? Правильно, в нем платиновые карты, а вот видите, платиновые карты, и UnionPay, и MasterCard, и Visa, а вот в этом боксе, это прям моя любовь, это прям моя любовь. Тут вот такая история, это Persona, вот эти карты стоят 1000 кингов в месяц, MasterCard World Black Edition, Visa Signature, и UnionPay Diamond, а это VIP, вот эти карты стоят 5000 кингов в месяц, это MasterCard World Elite, Visa Infinite, и UnionPay Asia, Asia Prestige Diamond, Вот такие вот офигенные карты, и, ну, это правда, Халык офигенный, вот во многих аспектах банк, они меня блокнули из-за подозрительной операции, сотрудница банка предложила мне ехать в отделение. В 2024 году. Вместо того, понимаете, я даже не могу зайти в приложение и снова заинвестироваться через биометрию. Я ей говорю, что вот, ну, я нахожусь в России, мне что, умереть, там, умереть, взлететь, крылья от России, но мне нужно прилететь в Казахстан и обратиться в отделение банка, на что она мне сказала, ну, вы можете оформить доверенность на другого человека. То есть я, вместо того, чтобы я лично через биометрию, когда пытался доказать, что это я, я подтверждаю, я пытался, я перевел эти деньги, я дальше пытался их перевести, это я. Я назвал ей кодовое слово, и она мне предложила вариант, чтобы вместо меня обратился другой человек в отделение с нотариальной доверенностью в 2024 году для перевозка карты, которую в любом случае нужно будет отправить мне. Объясните, это что за пиздец, по-русски говоря. Я ей сказал, окей, давайте так, я хочу составить жалобу. Почему? Потому что на жалобы все равно плюс-минус ответит кто-то более компетентный. И говорю, вот давайте составьте жалобу, что вот у меня случилась такая ситуация, я обратился на линию колл-центра, где мне не смогла помочь сотрудница банка в связи с кем-то, кем-то, кем-то. И предложила единственный вариант, это вот обратиться в отделение банка. Окей, она это сделала, я ей сказал, что я напишу жалобу на Йоутаныш, на Йоутаныш пока молчание, молчание, ничего кроме молчания. Но в целом имейте в виду, что если вы едете за границу, и у вас все деньги в халуке, то вас тупо могут блокнуть полностью все, и вы останетесь с голой жопой. Вы даже билеты экстренно не сможете купить, взять, потому что, грубо говоря, у вас все деньги будут в халуке. Еще раз, русский народ, и действительно великий русский народ, на поговорке, не храни все яйца в одной корзине. Это вот халык. Понимаете, банку даже не нужно разваливаться для того, чтобы вы попали просто в пиздец, потому что, по сути, халык на ровном месте. И знаете, в чем, в какой сумме вся вот эта истина? Меньше 10 тысяч кинги, там 9 с копейкой. Я перевел 2000 рублей, получил 9 с копейкой кинги, хотел их вывезти на Каспи, потому что я купил через Каспи вот этот роутер. Каспи Рэд. Хотя я не люблю Каспи, но... И халык меня блокнул абсолютно все. Один из моих любимых банков Казахстана, обычно Казахстане не любят халык, я люблю халык. И халык мне подложил вот такую вот свинью. Натуральным образом свинью. Она сказала, что в течение трех дней вам будет дан ответ. Три дня прошло, ответа нет. Закрадываются подозрения, что эта барышня не оформила жалобу. Халык, пожалуйста, наведите порядок. И в качестве компенсации можете мне мобильную связь платить, потому что я роуминг все-таки потратил. В роуминге потратил много денег. И если у вас есть новые дизайны, я буду очень-очень... Вот. А на этом действительно все. Третий ролик. Цой Блог. Меня зовут Артем Цой. Всем прекрасных выходных. Впереди суббота, воскресенье. Я надеюсь, у вас такой формат не сильно напрягает. Колхозный формат. Ну, я надеюсь, те люди, которые меня смотрят, они как раз-таки из-за вот этой какой-то такой естественности в том числе меня смотрят. На этом все. Спасибо за внимание. Если у вас останутся вопросы, конечно, задавайте их. Я очень рад отвечать на ваши вопросы. Правда. Не всегда я могу это сделать. Почему? Потому что, повторюсь, у меня учеба, дома куча дел, сайт упал. Я до сих пор еще с сайтом не разобрался. У меня там картинок нет. Кстати, да, заходите на c.in, когда я его приведу в нормальный вид. Сейчас он как бы грузится, но беспорядок. Анархия мой порядка. Это c.in. И спасибо в любом случае тем восьми сотням людей, которые со мной. Я правда вас очень сильно люблю. Даже если где-то мы с вами не совпадаем во мнениях. Правда, огромное вам всем спасибо. До новых видео, до новых стыкей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok